МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подразделения украинской армии продвигаются в направлении города Кременная в Луганской области. Депутаты Госдумы хотят лишать имущества тех, кто уехал из России, и критикуют агрессию России против Украины. По данным российской статистики, граждане страны стали покупать меньше еды и больше алкогольных напитков. Так же сегодня. По ГУ Драйва Высоцкий узнается безошибочно. Даже в слабых и нехарактерных для него вещах. Отчего они вырастают над собой, как скромная платьица с ярлуком Шанель. Исполнилось 85 лет со дня рождения Владимира Высоцкого. Вчера во второй половине дня стало известно, что Германия приняла решение выделить вооруженным силам Украины 14 танков типа «Леопард», стоящих у нее на вооружении. Берлин также не будет препятствовать реэкспорту в Украину этих танков. И это означает, что имеющиеся у них «Леопарды» смогут передать Украине и другие страны НАТО. А таких немало. Прежде всего, Польша, которая, напомню, жестко критиковала канцлера Германии Олафа Шольца за медлительность с принятием этого решения. Впрочем, и сказать, что Шольц поддался давлению и, в конце концов, сдался нельзя. Хотя бы потому, что, как он и хотел, одновременно с Германией свою тяжелую бронетехнику Украине выделят и Соединенные Штаты. Речь идет о почти полутора десятках танков типа «Абрамс». Причем еще недавно представители Пентагона заявляли, что такой шаг не имеет смысла, учитывая дороговизну и особенности обслуживания танков «Абрамс». Генштаб ВСУ только сегодня официально признал потерю города Солидарни подалеку от Бахмута, о захвате которого Евгений Пригожин заявлял еще две недели назад. В Луганской области украинские войска продвигаются в направлении населенного пункта Кременная рядом с Северодонецком. Вот что в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Игорю Севрюгину о важности этих боев рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Идет продвижение. Единственное, что дается, оно, конечно, колоссальными усилиями, и, к сожалению, у нас есть и потери. Это, естественно, это война. Но в отличие от российской армии и российских командиров, наше командование не собирается заваливать телами просто ради того, чтобы в течение недели деоккупировать какой-то населенный пункт. Все-таки делается все достаточно правильно. Но у россиян было много времени подготовиться, поэтому вся территория вокруг Кременной очень сильно заминирована, что, собственно говоря, и затрудняет продвижение вперед. А что дает украинской армии контроль над Кременной? Это хороший плацдарм для того, чтобы развивать успех наступления в сторону Северодонецка, потому что рядом рубежная, причем, учитывая то, что российско-оккупационные войска в течение четырех с половиной первых месяцев полномасштабного наступления, вторжения в Украину, они уничтожили практически половину точно рубежного, если не больше, и Северодонецк тоже, то не будет являться город какой-то большой там крепостью для как раз россиян. А Северодонецк после деоккупации рубежного вообще получается в таком полуокружении. И я уверен, что с их мотивацией они задерживаться в Северодонецке не будут. А сколько населенных пунктов освобождено за какой-то ближайший период, который вы можете назвать? Несколько освобождено. Давайте будем все-таки отталкиваться от информации, которую дает официальный генштаб. Но могу сказать, что я думаю, что в ближайшее время я покажу как минимум один населенный пункт, в деоккупированный, хотя даже не так, то, что от него осталось. Вот что, да, ВСУ видит и администрации Луганской области в освобожденных населенных пунктах? В некоторых населенных пунктах тотальное просто разрушение. Ну вот смотрите, если у нас в Невском где-то, ну так, 50 на 50, половина домов развалена, обстрелами половина целая, и там на сегодняшний день проживает 144 человека, и до сих пор еще это село обстреливается. Мы обеспечиваем их достаточно нормальными гуманитарными наборами, связью, генераторами, ремонтными наборами, но все равно еще россияне обстреливают. У нас, к сожалению, за последние две недели четверо раненых и двое погибших. Если брать следующее село, Макеевка, вообще все дома разрушены полностью. Я вместе с нашими ребятами, ну образно говоря, летал на квадрокоптере, ну то бишь они поднимали в воздух коптер, и мы смотрели на что сейчас, похоже, Новоселовская. Ребята просто бойцы рассказывали, что россияне каждый дом на каждой улице от начала до конца просто расстреливали дом за домом. Там не осталось ни одного целого дома вообще. А можете ли вы подтвердить информацию, что из оккупированного Луганска якобы началась эвакуация то ли родственников российских военных, то ли самих военных? Не сами военные, а они отправляют родственников. Ну, в принципе, смотрите, понятно, что пропаганда, конечно, российская, она впереди планеты всей. В этом плане они очень преуспели, но те, кто воюют, те, кто принимают участие в боевых действиях, прекрасно отдают себе отчет. На что способны вооруженные силы России, какие колоссальные потери они несут и что, в принципе, происходит на поле боя реально и что ожидать в ближайшее время. Поэтому то, что они отправляют сейчас свои семьи обратно в Россию, это косвенно говорит о том, что, ну, пропаганда пропаганды, а реалии они понимают. Тот же Пентагон, к которому я уже обращался и ссылался в самом начале, говорит, что вот эта операция по освобождению населенных пунктов, которая сейчас идет, скорее всего, является подготовительным этапом к весеннему наступлению украинских вооруженных сил. Вы, как глава администрации, я понимаю, что это, скорее, вопрос, наверное, к вооруженным силам, но, тем не менее, вы можете это подтвердить каким-то образом? Замечаете это? Я не военный и, действительно, отдадим все-таки нашему командованию планирование и реализацию наших военных планов. Дело в том, что со своей стороны, как руководитель области, я часто бываю на передовой, общаюсь, проезжаю просто вот там Харьковской до Донецкой области в обратную сторону по всей линии фронта, где в Луганской области как раз наши ребята стоят. Общаюсь с ними постоянно. Моя задача постоянно их обеспечивать всем необходимым. Есть определенные потребности, поэтому мы их стараемся закрывать. Но могу сказать, вот общаясь со всеми бойцами, неважно, кто это, пограничники, вооруженные силы Украины, там, солдаты, или национальная гвардия, неважно кто, все очень мотивированы. Но каждый метр Луганской области дается крайне тяжело, потому что после Харьковской операции и деоккупации Лимана прошло, к сожалению, достаточно времени для того, чтобы россияне немножко пришли в себя, потому что они один период со Сватова они просто удрали. Но потом вернулись и уже заняли позиции, заминировали все там просто вокруг, ну и дороги, лесопосадки, леса, админздания, мосты, все полностью и достаточно, ну, прилично подготовились к обороне. Плюс, мы же понимаем, 140-миллионная махина. Пусть она ржавая, старая, с огромной коррупцией в армии, но тем не менее, эта махина, она до сих пор еще очень смертельно опасна и подвозят они резервы достаточно в большом количестве на сегодняшний день на наши как раз направления. На Кривиной даже подвозили кадровых военных. Это был глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, с ним беседовал Игорь Севрюгин. Депутаты Государственной Думы России призывают принять законы, позволяющие лишать имущества тех, кто уехал из России, критикует российское полномасштабное военное вторжение в Украину. Судя по выступлению в Нижней Палате Российского парламента, особенно российских депутатов раздражают уехавшие звезды эстрады. Говорившая об этом председатель комитета по культуре Госдумы Елена Импольская была преисполнена праведного гнева, намекая на Аллу Пугачеву и других звезд, которые еще недавно были народными любимцами с непререкаемым авторитетом. Ей вторил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Очень оперативно реагирует наше гражданское общество. И пример этих мальчиков и бабушек для битья, их отмененных концертов, их антрепризного чёса очень показателен и назидателен. Убеждена, что в отношении тех, кто прямо поддерживает врага, и отрекается от своего отечества. А таких считанные единицы мы должны действовать системно, строго, в правовом поле. Давайте отвечать им холодно, четко, эффективно и по закону. Если закон не полностью обеспечивает реализацию справедливых, на наш взгляд, мер, значит, надо расширять законодательные инструментарии. Конечно, бывают люди, для которых невозможность вернуться на родину, само по себе страшное наказание. Но для большинства поотъехавших звёзд Россия не родина, а кормовая база. Значит, надо методично отключать источники питания. Есть те, кто струсил, уехали, сидят, молчат, проживают нажитое, либо работают, но при этом не трогают страну, не трогают наших ребят, которые воюют. А есть негодяи, которые уехали, живут за счёт страны, получают отчисления, гонорары. У них здесь недвижимость, счета, бизнес, и при этом страну поливают грязью, ноги вытирают. Мы, понятно, должны с вами реагировать. Это наша обязанность. Коллеги, если мы с этим согласны, давайте следовать именно такому подходу. Это был фрагмент вчерашнего выступления в Государственной Думе председателя Комитета по культуре Елены Емпольской и спикера Госдумы Вячеслава Володина. И вчера же Дума окончательно приняла закон, позволяющий депутатам и сенаторам, начиная с этого года, не опубликовать в полном виде декларации о доходах. Будет достаточно, цитата, обобщенной статистической информации, без персональных данных. Один из авторов законопроекта, глава Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крушенинников, объяснил, в частности, что новый закон позволит законодателям не возиться с оформлением всех этих бумаг. Тему продолжит журналист телеканала «Настоящее время» Антон Бенедиктов. Знаете ли вы, что такое пехтинг? А между тем им активно занимались в Москве 10 лет назад. Так в шутку называли кампанию против чиновников, которые скрывали зарубежное имущество. Все из-за депутата Владимира Пехтина. Оппозиционер Алексей Навальный нашел у главы комиссии Госдумы по этике недвижимость в Майами за миллионы долларов. А в декларации о ней ничего не нашел. Пехтин в итоге ушел в отставку. Взвешенное решение, которое я принял для того, чтобы было время без всяких, как говорится, лишних обсуждений. Какую собственность? У меня нет собственности. Про которую говорят люди. Ну, какие люди? Блокеры? Но времена были другие, и про коррупцию говорили не только блогеры. Про Пехтина пели на телевидении в клубе веселых и находчивых. И вот в чужой вошел он дом своим, открыт ключом. Чужой фитбуль, оскалив пасть, вдруг завилял хвостом. И смотрит он по сторонам, да здесь чужое все. Чужой портрет мужик с детьми, похожий на него. Десять лет спустя российским депутатам и сенаторам разрешат скрывать данные о своих доходах и имуществе. Подавать декларации все равно придется, но публиковать будут только общую обезличенную статистику. И нашли ли в ней нарушения. Журналист-расследователь Сергей Ежов говорит, сведения и так были довольно скудными. Была несовершенная система декларирования имущества. Потому что мы видели только голые квадратные метры в жилой площади. Такой-то депутат владеет квартирой площадью 123 квадратных метра. И все, больше ничего не было известно. Если это квартира, например, в пределах Золотой мили Москвы, например, одна история. Если это квартира в Новокузнецке, то другая история совершенно. В прошлом году Сергей Ежов нашел у лидера партии «Справедливая Россия за правду» Сергея Миронова элитную квартиру в столице. Она записана на семью депутата и может стоить около 350 миллионов рублей, больше 5 миллионов долларов. Это в 70 раз больше годового дохода политика, указанного в декларации. Почему теперь такие документы показывать не хотят, объясняют сами депутаты. Надо возиться с их оформлением и подачей. Понимаешь, проще говоря, не всем это интересно, не всем это охота делать, лень. Кто-то не хочет показывать свои доходы. В общем, разные причины. В последней декларации Павла Крашенинникова 6 миллионов рублей доходов, машина «Лексус», два дома, две квартиры и участок. Но все это меркнет по сравнению с самым богатым членом парламента. Валерий Пономарев, который представляет в Совете Федерации Камчатку, отчитался о доходе в 4,2 миллиарда рублей. Это почти 61 миллион долларов. Российский сенатор от аннексированного Крыма Сергей Цеков говорит, что не понимает, зачем об этом отчитываться. Когда все выбрасывают в открытый доступ, то начинают смаковать, ерничать, мол, откуда деньги, то-се. Это вызывает нездоровый интерес у различных личностей. Самое главное, чтобы правоохранительные органы имели доступ к декларации. В конце прошлого года президент России подписал указ. Участники войны с Украиной могут не представлять данные о своих доходах. До этого из Росреестра пропала информация о недвижимости одного из командующих вторжением, генерала Сергея Суровикина. Журналисты-расследователи опасаются, что вслед за депутатами и сенаторами общественного контроля за доходами смогут избежать все российские чиновники. И коммерческие реестры засекречиваются, и, соответственно, декларации засекречиваются. Все на свете засекречивается. Коммерческие реестры тоже распугающие скорости. Засекречиваются, вымарываются оттуда сведения о владении тех или иных лиц, даже недолжностных лиц. Я думаю, что все должностные там тоже будут вымараны. И получается так, что страдают от этого не только журналисты-расследователи, но и все граждане, все избиратели и налогоплательщики. По данным Transparency International, средние доходы чиновников в России в три раза превышают средние доходы других граждан. А русская служба Би-Би-Си посчитала, среднестатистический депутат Госдумы в 2021-м зарабатывал в 110 раз больше, чем среднестатистический россиянин. Сообщение журналиста телеканала «Настоящее время» Антона Бенедиктова. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 25 января. Тема выпуска представляю я, Андрей Широградский. По данным Росстатов, в прошедшем году россияне стали меньше тратить на продукты питания, но больше на алкогольные напитки. Свои соображения по этому поводу высказывает экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. Ассоциация компаний розничной торговли подвела предварительные итоги 2022 года. Продажи продовольственных товаров в торговых сетях сократились в натуральном выражении на 5%. Причем сильнее всего они упали в супер- и гипермаркетах. А в дискаунтерах и магазинах у дома, напротив, даже немножко подросли на 2-3%. Говорит это о том, что россияне после начала войны, во-первых, стали меньше есть, а во-вторых, экономить на еде, отдавая предпочтение дешевым магазинам. Это довольно интересный итог года, поскольку сразу после начала войны в стране начались истерические покупки гречки и других продуктов длительного хранения. Но теперь получается, что к концу года россияне свои запасы благополучно доели. Кто-то пытается объяснить сокращение потребления продуктов питания и более экономный подход к еде значительным количеством уехавших от войны и мобилизации россиян. Уезжали, как правило, более-менее обеспеченные люди. Отсюда, дескать, и изменение потребительского поведения. Популярность дешевых продуктов это, конечно, объясняет. Но когда речь заходит о количестве этих продуктов, не следует забывать о почти трех миллионах украинских граждан, которые бежали от войны и волей судьбы оказались в России. То есть количество едоков не уменьшилось. Люди действительно стали меньше есть. К слову, экономят россияне не только на еде. В непродовольственном сегменте физический оборот, то есть количество проданных товаров, упало на 10 с лишним процентов. Но есть кое-что, на чем россияне после начала войны не экономили. По данным Росалкоголя регулирование продажи водки, опять же в декалитрах, а не в рублях, в 22-м году выросли почти на 6 процентов. Коньяка магазины продали на 5 с лишним процентов больше. Слабоалкогольных напитков продано почти в полтора раза больше. Но абсолютный рекорд поставили крепленные вина. Россияне за год выпили их в 2,5 раза больше, чем в довоенном 21-м году. Чиновники пытаются объяснить этот феномен обелением рынка. Россияне, дескать, проявили в прошлом году сознательность и отказались от самогона, паленой водки и прочего винного контрафакта. И теперь культурно и патриотично употребляют исключительно крымские вина и коньяки. Ну, в крайнем случае, высококачественную водку легальных производителей. Но мне отчего-то это объяснение не кажется убедительным. Думаю, с началом войны россияне просто стали больше пить и меньше закусывать. Реплика экономического обозревателя свободы Максима Бланта. Сегодня исполнилось 85 лет со дня рождения Владимира Высоцкого. Писатель Петр Вайль в свою знаменитую антологию стихов русских поэтов 20 века «Стихи про меня» включил стихотворение Высоцкого, которое называется «Старый дом». Помните, кто ответит мне, что за дом такой, почему во тьме, как барак чумной, свет лампад погас, воздух вылился, а лежить у нас разучилися? Феномен Владимира Высоцкого, считает Петр Вайль, во многом связан с особенностью, которая определяется английским словом «драйв». Вот фрагмент из главы книги «Стихи про меня», посвященный Владимиру Высоцкому. Она называется «Письменное народное творчество». Как перевести на русский? Напор, надрыв, сырая эмоция. Но здесь нет присутствующего в английском слове вектора движения, идеи гона, преследования, удара, атаки. У Высоцкого драйв повсюду. Словно в органном звучании он покрывает все написанное и спетоим, отчасти выравнивая по качеству. По гоу-драйва Высоцкий узнается безошибочно, даже в слабых и нехарактерных для него вещах, отчего они вырастают над собой, как скромная платьица с ярлуком Шанель. Он мог петь сначала «Я не люблю, когда стреляют в спину, но если надо, выстрель в упор», а потом «Я также против выстрелов в упор». Иногда и мне не жаль распятого Христа, а иногда вот только жаль распятого Христа. Под напором чувств почти неважно. Так современные российские теледикторы называют Кубу островом свободы. Словесный ритуал важнее идеологии и самой сути. Не смущают даже такие фразы, как «очередное преследование инакомыслящих на острове свободы». В 70-е достаточно было произнести, да еще громко и с надрывом, «распятый Христос». Остальное несущественно. Драйв – дело не русское, как сам термин. К нему не приспособлен наш язык, всего многосложными словами и путаницей сложно подчиненных предложений. Быть может, нет на свете языка более подходящего для передачи душевных хитросплетений, чем русский. Но завоевал мир английский, благодаря краткости, логике и энергии. Кочующий по десятилетиям лишний человек, от Онегина до Венечки, мог быть доведен до статуса суперзвезды только в стихии русского языка. Маяковскому пришлось строить из стихов лесенку, чтобы обратить внимание на разрыв с традицией. Светаева изломала строки анжамбиманами, понаставила между всеми слоями тире, так что ее стихи узнаются издали по графике. Они двое – по страстному драйву, предтечи Высоцкого в 20-м веке. Других образцов что-то не видать. Разве что в устном народном творчестве, да еще там, в детском возрасте до пушкинской словесности, в первоначальной поэтической пылкости, с которой писали Тридьяковский, библейские приложения, и Державин на смерть князя Мещерского и другое. В простодушной страсти, принципиально отринутой легкой гладкописью Пушкина, а вслед за ним почти всеми русскими поэтами. Высоцкий в таких его вещах, как ошеломляющая по накалу охота на волков, возвращает к нерафинированности, которая всегда отождествлялась с некультурностью. Эмоция без иронии – вечная новизна. Неодолимо привлекателен гибельный восторг. «Пропадаю» – главное слово Высоцкого – с его суицидальным алкоголизмом, дополненным наркоманией, с несомненной тягой к самоистреблению. Год, в который написан «Старый дом», и Высоцкому исполнилось 36, едва не стало для него последним. 74-й – печальный для русской словесности год. Умер 45-летний Шукшин, повесился 37-летний Шпаликов, выслали Солженицына, уехал Галич, выгнали из союзописателей Войновича и Чуковскую. Для Высоцкого год – один из самых насыщенных. Театр на Таганке отметил десятилетие. Шел расцвет застоя, и Таганка была одним из немногих оазисов, а Высоцкий в этих кущах играл свои лучшие роли – Галилея и Гамлета. На Шекспире за каждый спектакль теряя по два килограмма. «Драйв». Снимался в кино, правда, незначительно. Во второй раз съездил с Мариной Лади во Францию, гастролил в Литве, Латвии, Ленинграде, на Волге, много писал. Только для фильма «Иван да Мария» 14 песен. Народные стилизации с фокусами. Кали, руби, туби, орнот туби. Для фильма «Одиножды один» – восемь песен, где встречаются смешения мотивов из «Я был удаленный разведчик из старого дома». Там сидел за столом, да на месте моем, неприветливый новый хозяин. И фуфайка на нем, и хозяйка при нем, потому я и псами облаян. Это значит, пока под огнем я спешил, ни минуты не весил. Он все вещи в дому переставил моем, и по-своему все перевесил. В 74-м среди четырех десятков песен одна из его лучших – «На смерть Шукшина», где, если и есть чуть печали о себе, смерть тех из нас всех прежде ловит, кто понарошку умирал. То все в целом – истинная благородная скорбь по ушедшему. Без позы и горестного самолюбования мы выли друга, отпуская в загул без времени и края. На похороны Шукшина Высоцкий вырвался с ленинградских гастролей и, возвращаясь из Москвы на машине, попал в аварию, чуть не пополнив собой мартировок 74-го. Высоцкому суждено было прожить еще шесть лет, а лирический герой старого дома пропадает безнадежнее многих других его персонажей. Песня – вторая и последняя часть короткого цикла «Очи черные», первая – «Погоня». Издок, отбившись в лесу от волков, добирается до дома, такого, какой есть, какой описан, стоило ли отбиваться. Хотя запросы у него невелики и вроде достижимы, оказаться там, где поют, а не стонут, где пол не покат и всего-то. Но, спасшись от волчьей погони, он попадает в вязкую человеческую западню. Рушится традиционный образ домашнего очага, как средоточие порядка и покоя. Дом из песни отчаянно чужой по всем признакам и ощущениям, хотя ясно, что родной и в широком родина, и в узком буквальном домашний очаг смысле. Видать, был ты долго в пути, и людей позабыл. Старый дом – апофеоз одиночества, именно потому, что напряженно и напрасно ищется соборность, обернувшаяся бросовым сборищем. Фольклорность Высоцкого, та самая, которая мешает внятно и окончательно определить его место как выдающегося явления культуры, большого русского поэта, здесь проявляется не столько в цыганщине черных очей, сколько в зловещей сказочности дома на проезжем тракте, где по законам жанра обитает знакомая и близкая, но оттого не менее нечистая сила. Ужас в том, что она тут не таится по углам, а выступает ответственным квартиросъемщиком. Диалог, который ведется в песне, классическая балладная беседа, «жутковат». Говорят люди одного сознания языка, легко и сразу понимающие друг друга, по сути, человек разговаривает сам с собой. Раздвоенный персонаж. Один не разучился изумляться и возмущаться, а другой устал. Как если бы автор провел в Париже не полтора месяца, а полтора десятка лет, вернулся и ахнул. Высоцкий внутренний проводит экскурсию для Высоцкого внешнего. И куда это он внешний поскакал в предпоследнем куплете? Достоевский финальную реплику Чацкого «Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету» трактовал полицейским образом «За границу хочет бежать». Может и за границу. Приговор Высоцкого родному дому страшен и безысходен, потому что под ним любовь и знания. До появления героя там происходило то, что подробно и доступно описано в «Сматринах», спетых годом раньше старого дома. Потом пошли плясать в избе, потом дрались не по злобе и все хорошее в себе доистребили. Каждое слово незыблемо на месте, каждый слог, особенно приставка в последнем глаголе, добили-таки. Та вековая народная забава, о которой заезжему говорит местный, мы всегда так живем. Писатель Петр Вайль о феномене Владимира Высоцкого это фрагмент книги Петра Вайля «Стихи про меня». Сегодня исполнилось 85 лет со дня рождения Владимира Высоцкого. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Широградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.